Я приветствую всех, кто к нам присоединился через прямую трансляцию, через канал ТБН. Слава Господу! У нас сегодня очередное замечательное собрание, прекрасное время. И мне так хочется, друзья, в самом начале этой проповеди сказать мир вашему дому. Пусть Божий мир, который, как в послании филиппийцам в 4 главе написано, который превыше всякого ума, понимаете? Мир Божий, который превыше всякого ума, всякого понимания. Пусть этот божественный мир наполнит каждый дом, наполнит каждое место, где вы смотрите эту трансляцию. Во имя Иисуса Христа пусть остановится всякая распря, всякий дух раздора пусть убирается прочь из наших домов. Я благословляю каждый дом, каждую семью и призываю Божий мир и Божий порядок в жизни каждого моего брата, в жизни каждую сестру. И даже если вы впервые сегодня присоединились к этой трансляции, я верю, что Бог дает прямо сейчас вам почувствовать свой особенный мир, который не зависит от ума и от обстоятельств, в которых мы находимся. В это время, дорогие, в особенное время на самом деле, во время потрясения и глобальных изменений, которые есть по всему миру, я думаю, что как никогда начинает проявляться, я просто вижу это, как начинает проявляться, что настоящее, а что ненастоящее. Там, где дружба, например, казалось, просто не разлей вода, вдруг начинает трещать по швам. Или я слышу просто это все больше и больше, как друзья начинают предавать друг друга. Казалось бы, такие близкие люди, которые уже не один год знают вместе и прошли не один путь уже вместе, и вдруг они начинают предавать друг друга, потому что обстоятельства меняются, какие-то неожиданные обстоятельства, в которых они еще не привыкли, не научились вести себя правильно, не научились улыбаться правильно в этих обстоятельствах, и все, и дружба, казалось бы, такая настоящая вдруг трещит по швам. Или в семьях. Я посмотрел статистику правонарушений в Новосибирской области, и она говорит о том, что невероятно, просто на одну треть повысились распри, как это сказать, участились, просто насилие участилось в семьях, в домах. От того, что люди столкнулись с непривычными ситуациями, обстоятельствами, от того, что напряжение какое-то вырастает, отсюда напряжение в семьях вырастает. И люди срываются друг на друга, что-то на работе не получается, какие-то в воздухе витают, какая-то неопределенность иногда, и порой люди срываются просто на близких своих, в домах своих, и отсюда сложности, 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 повышается количество разводов, значит, детям все сложнее бывает становится. Вот, поэтому ситуация, да, такая, я думаю, что на этом фоне, на фоне вот этих трудностей, как никогда ярко будет сиять церковь. Написано, врата ада, то есть самые большие силы ада не смогут одолеть церковь, не смогут ее разрушить. И я так рад, что мы все принадлежим церкви, которую врата ада не одолеют, и я верю, что те ценности, которые мы храним в своих сердцах, что те ценности, которые мы черпаем из Святого Писания, из Библии, они будут в это время как никогда ярко сиять в нашей жизни, и помогать нам справиться со всеми этими трудностями и ситуациями, с которыми мы встречаемся. Я думаю, что апостолу Павлу очень хорошо удалось выразить устройство вот этой церкви, которую, как Иисус сказал, врата ада не одолеют. И мы, конечно, все знаем, что эту церковь созидает сам Иисус Христос. Мы знаем, что Он является ее основателем и строителем. Но апостолу Павлу удалось очень точно, на мой взгляд, определить вот это устройство церкви и выразить как бы вот это внутреннее составляющее ее. Я хочу прочитать вам из послания к Ефесянам, из 4 главы, с 11 стиха. И здесь написано, что Иисус Христос, который созидает церковь, поставил, а в оригинальном тексте звучит даже не поставил, а дал, просто дал церкви, дал нам. Одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению, то есть к совершенствованию святых, для дела служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть в головах Христос. И я бы сказал, что это первая часть вот в этом устройстве, которое описывает апостол Павел. И, конечно, эта первая часть, она достойна отдельного времени, чтобы просто постоять и поразмышлять о том, о чем апостол Павел здесь говорит. Но сегодня я хочу обобщить и просто сказать несколькими фразами саму суть того, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, что есть служителя, которых Иисус Христос поставил для созидания церкви. И главная мысль, главная цель, точнее, в служении этих служителей заключается в том, чтобы научить человека видеть настоящего Бога в своей жизни. и научить все, что человек имеет. Здесь написано «возвращать», непонятное слово, да? Другими словами «взращивать», то есть более понятно «взращивать». Куда? В Иисуса Христа. Мы все желаем, чтобы в нашей жизни был рост. Мы хотим, чтобы в нашей жизни был успех, было обеспечение, чтобы мы росли в этом, не правда ли? Так вот, задача служителей оказывается в том, чтобы помочь, научить церковь, научить нас, братьев и сестер, все, что мы хотим взращивать, чтобы мы взращивали в успех Иисуса Христа. Чтобы, здесь написано, чтобы мы заботились не о себе, чтобы мы научились использовать свою жизнь и добиваться роста в успехе Иисуса Христа. Вот в этом особенность служения служителей. Они об этом думают, они призваны к этому, и они стараются, чтобы у нас получилось смотреть не на свою жизнь, а заботиться о том, чтобы все, что у нас есть, вырастало в славу Иисуса Христа. Как вам нравится такой образ жизни? И это целый процесс. И я понимаю, что мы, когда приходим к Богу, мы все еще сфокусированы на себе. Нам так хочется, чтобы теперь с Богом у нас был рост в семье, в финансах, во здоровье. Все, 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 чтобы у нас было хорошо, и чтобы все благословения у нас росли. А оказывается, настоящий успех, это когда ты начинаешь думать по-другому. Господи, все, что у меня есть, и финансы, и здоровье, силы мои, семья моя, я хочу, чтобы все это приносило успех для тебя, для твоего царства на этой земле. И чтобы от себя переместиться в направлении успеха Христа, это целый процесс. И вот это задача служителей, которые помогают нам отрывать взгляд от себя и переносить его на Иисуса Христа. Но дальше апостол Павел описывает то, к чему призваны мы, к чему мы призваны, как здесь мы названы, членами тела, то есть частичками, частями тела Иисуса Христа. И вот с 16 стиха я читаю дальше. «Из которого, то есть который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру, каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы больше не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердец их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Вы по-другому познали Христа. Вы по-настоящему познали Христа. И, оказывается, Бог рассматривает нас, наше собрание, как отдельный народ, который, как еще этот пророк Валаам, еще в Ветхом Завете отметил, что этот народ не числится среди других народов. Он какой-то другой. Он какой-то вне вот этих земных законов. Он мыслит как-то по-другому. И он направлен какими-то другими путями. Этот народ не зависит от других народов. Это мы с вами, дорогие. Мы не зависим от того, что происходит в этом мире. Мы зависим от того, насколько Дух Святой ведет нас и направляет нас. Конечно, мы не безучастны в жизни общества. Конечно, мы молимся за предстоящие выборы. Не знаю, будете вы участвовать или нет. Я думаю, что, допустим, первые ученики Иисуса Христа, они не участвовали в выборах, скорее всего, потому что они провозглашали, что наш Господь Иисус Христос. Мы больше не признаем господство чьего-то в нашей жизни. И поверьте, я не призываю сейчас к тому, чтобы вы не голосовали или чтобы вы не участвовали в выборах. Но я говорю о том, что мы отделены от этих народов, которые поступают ожесточенные, поступают по суетности ума своего. И, если честно вам сказать, я удивляюсь христианам, которые выходят на митинги и с большими плакатами, что, значит, кого-то отправляют в ад или говорят, что Иисус вас накажет. Дорогие, разве не написано про Иисуса Христа, что Его голоса не было слышано на улицах? Он никогда не был безучастный к тому, что происходит на Его родине. Он переживал, Он молился об этом. Но Его оружие были не плотские. Не просто покричать, не просто кого-то свергнуть, какое-то человеческое правительство. Было время, когда Его самого хотели посадить и сделать президентом. Но ведь Он отказался от этого. Ведь Он, наш пример, наш Господин, Он отказался от этого и сказал, что Мое Царство не от этого мира. А не говорил ли Он про нас потом молять Своему Небесному Отцу, что и они тоже не от мира, как и я не от мира? Не об этом ли говорит здесь апостол Павел, что мы особенный народ Божий, который независим от того, что происходит на этой земле, которые посажены уже со Христом на небесах, и от Него мы зависим, чем нам тут заниматься и что делать. Поэтому, я думаю, неправильно, если наш голос будет каким-то крикливым, злобным здесь, на наших улицах. Мы призваны молиться. Мы призваны благословлять. Мы призваны помогать тем, кому трудно. Мы призваны показывать на Господство Иисуса Христа вечное, которое никогда не закончится. Правитель будет менять правителя, но Господство Иисуса Христа никогда не закончится. Оно вечное, и оно дает настоящее обеспечение. И Его Господство дает настоящую радость, обеспечение душам нашим, мир, радость, любовь. Все, в чем нуждается наша душа, это приходит от нашего Господина, от Иисуса Христа. Итак, это то, что выделяет здесь апостол Павел, и он говорит, что наше призвание, посмотрите, в том, чтобы через разные взаимоскрепляющие связи, это очень близкие отношения, это очень открытые, это откровенные отношения, которые могут быть только в теле. Ведь в нашем теле сложно представить большую близость, чем органы в нашем теле. Вот к таким отношениям призывает апостол Павел и говорит, что при действии, я обратил внимание на это слово, если вы посмотрите его в оригинальном греческом тексте, то увидите, что речь идет о сверхъестественном действии, то есть не просто даже о том, чтобы хлеба подать, а о сверхъестественном каком-то действии, на которое способен каждый член тела Христова. Мы призваны, чтобы действовать каждый в свою меру. И в результате получает это тело Христово приращение, а в оригинале рост, для созидания самого себя в любви. Друзья мои, в двух словах я хочу сказать, что мы призваны созидать друг друга. Мы призваны созидать и поднимать веру друг друга. От этого зависит наше общее счастье в теле Христовом. Отсюда неудивительно, чему противостоит сатана. И я вам хочу показать сегодня, чему же он противостоит. Сегодня мы уже слышали это местописание, и сейчас прочитаем его еще раз. Это написано в Евангелии от Луки в 22 главе. С 31 стиха. «И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана просил, а в оригинальном тексте требовал, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда вернувшись, здесь написано обратившись, утверди братьев твоих». Некоторые слова нуждаются в корректировке, потому что мы читаем на русском языке, как для нас перевели переводчики, но когда мы смотрим, как это слово то или иное звучит в оригинальном тексте, то иногда расширяется или корректируется смысл написанного. Так вот, слово «сеять» означает не то, что разбрасывать, «сеять», то есть сажать семена. Потому что я пытался понять, как сеять. То есть, по всей видимости, наверное, пшеница друг от друга далеко сеялась. Я попытался вникнуть поглубже и увидел, что пшеница сеется на расстоянии примерно 5 мм друг от друга. 5 мм. Семя, 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 5 мм друг от друга не так далеко. Для сравнения горох, например, сеется семя гороха 10-15 см друг от друга. Поэтому, если, я думаю, Иисус хотел бы сказать и передать мысль о том, что вот дьявол хотел сильно далеко нас друг от друга сеять, то, скорее всего, он бы выбрал, наверное, горох. Как-то более удачное такое сравнение. Но я вник... Что же это за слово «сеять»? Я хочу вам сказать, что это имеется в виду процесс просеивания. Или веяние, как это раньше звучало, или просеивание, когда пшеница должна была быть отделена от шелухи. Точнее, шелуха должна быть отделена от пшеницы. Вот эта мекина должна была быть отделена от пшеницы. Я хочу предложить вам небольшой минутный ролик, где мы сможем увидеть, как это в древности происходило. Пожалуйста, покажите ролик. После молодьбы на гумне оставалось лежать смесь из зерна, мекины и резаной соломы. Чтобы отделить зерно от мекины, его нужно было провеять. Специальной деревянной лопатой крестьянин подбрасывает эту смесь в воздух. Ветер уносит легкую мекину, а зерно, более тяжелое, падает на землю. Поскольку молодьба проводится прямо на земле, в зерне могут оказаться мелкие камни. Чтобы отделить их, зерно просеивают. Для этого используется решето, ячейки которого пропускают зерно, но задерживают камни. Иногда эту операцию нужно повторять, используя решето с более мелкими ячейками. Вот таким образом сатана просил, чтобы нас, детей Божьих, Бог просеивал как-то. И он говорил именно такой образ. И он понимал, о чем идет речь. И я думаю, что Бог, конечно же, понимал, о чем идет речь. То есть, дьявол, сатана требовал, в оригинальном тексте требовал или упрашивал Бога о том, чтобы Бог позволил просеивать нас, чтобы отделить от нас шелуху, отделить от нас какую-то примесь. Я подумал, ну так-то неплохо, конечно, требование-то хорошее. Вообще, о чем может сатана требовать Бога? Ну, это же смешно. Сатана требует, ну, стал бы он требовать. Бог, я хочу, я требую, я прошу тебя, чтобы ты высушил все реки на земле. Ну, я думаю, Бог поулыбнулся и сказал, ну, требуй дальше. Или я хочу, чтобы ты поразил просто половину жителей земли, язвой какой-нибудь. Ну, требуй. То есть, о чем же, почему сатана мог что-то требовать? И вот, что я думаю. Сатана может требовать у Бога исполнения Божьего Слова. И вот здесь я вижу это удивительное качество Бога, который готов ответить за свои слова даже перед сатаной. И вот именно это дьявол старается использовать, и он требует, я думаю, он примерно так говорил, что на небо ведь ничего нечистое не должно попасть, это ты сказал. Ведь на небо должен попасть только человек очищенный, посмотри на них. Я думаю, это очень похоже, как он приступил к Богу и просил испытать Иова. Тоже, пройдет ли он через эти испытания? Я думаю, что с этим же подобным требованием он приступает к Богу, чтобы Бог позволил испытывать нас, чтобы вот этот ветер подул. Он говорит, надо их очистить, надо им, значит, помочь избавиться. Конечно же, мы знаем, что цель сатаны не в том, чтобы помочь нам очиститься, но он не верит в нас. Он думает, что при любом ветре, при любом испытании нас унесет, нашу веру куда-то сдует просто, точно так же, как эту шелуху, которая должна отлететь от семян пшеницы. И поэтому он просит, чтобы дать ему возможность подуть, чтобы принести какую-то проблему, какую-то трудность. Вы знаете, я смотрел еще один ролик, и там какой-то самоделкин, ему нужно было, значит, тоже просеять свою пшеницу. И он устроил такой аппарат, который тоже создавал ветер, вытяжку поставил, и вот с этой вытяжки ветер дул. И он сыпал, и ветер уносил в шелуху, и он показывает и говорит, вот у меня здесь регулятор даже есть, но если я побольше поставлю ветер, то может пшеницу тоже уносить какую-то. Поэтому он говорит, вот на двоечке мне нормально, я вот на двоечку ставлю. И меня восхищает то, что Иисус говорит дальше, но я просил, Петр, о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы при этих испытаниях твою веру не унесло, и Бог знает, сколько допустить в нашу жизнь. И он стоит с этим регулятором, я думаю, и он определяет, сколько может все-таки дьявол создать какого-то давления, а сколько он не имеет права создать. И вот что я вижу, дорогие друзья, здесь, что Бог не отклонил требования сатаны. И это доказывается рядом других мест Писаний, например, когда Иисус рассказывает притчу о том, что один человек строил свой дом на скале, на камне, на фундаменте крепком, а другой строил на песке, как получится, не прилагая особых усилий. И он говорил, что тот, кто на камне, это тот, кто строит на Слове Божьем. Но потом он говорит, подуют ветры, придут эти испытания, налягут воды, но этот дом устоит. Точно так же, как и в другом случае, в случае человека, который строил свой дом на песке, тоже ветры подуют, тоже испытания придут, но падение будет этого дома великое. Что в одном случае, что в другом случае, подуют ветры. И Иисус предупреждал об этом. Для меня это говорит то, что Бог не отклонил это требование сатаны. Он сказал, сатана требовал, чтобы я допустил эти испытания в вашу жизнь, чтобы эти ветра подули. Но, Петр, я молился о тебе, и это часть Иисуса. И он говорит, Петр, я с тобой во всех этих трудностях, во всех этих испытаниях, я не позволю, чтобы искушение было сверх сил, как мы потом в другом месте Слово Божьего читаем. И там написано, что Он даст и облегчение. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. А слово облегчение дословно означает выход и результат. То есть Иисус говорит, Петр, я молюсь о тебе каждый раз, когда приходит какая-то атака, когда приходит какая-то сложность, искушение какое-то, чтобы ты на самом деле очистился, чтобы твоя вера окрепла, и чтобы в результате ты мог и других укрепить. Мне кажется, здесь что-то пропущено. Вам не кажется, друзья? Когда я читаю, Симон, Симон, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, то есть когда-нибудь все-таки, вернувшись, обратившись, это слово означает вернуть кого-то, который ушел в другую сторону. Вернуться, значит, надо. Обратившись, утверди, братьев твоих. Иисус, Он даже здесь не подчеркивает, что Петр упадет, что Петр, он приткнется в какой-то момент, что Петр ослабеет в какой-то момент, что он предаст, отречется от Иисуса Христа. Так удивительно это читать, это вера Иисуса, который смотрит, он говорит, да, я вижу эти ветры, да, я вижу эти испытания, эти трудности, которые придут в твою жизнь, Петр, но когда ты поднимешься, как бы, если сатана не верит в нас, если напротив, он верит, что нашу веру снесет вместе с этой Микиной, то Иисус, как будто даже у него вопрос не возникает, поднимешься ты или нет, он понимает, что ты можешь встретиться с большими трудностями в своей жизни, он понимает, что испытания придут, и может быть, очень большие, но он не сомневается в том, что ты поднимешься и сможешь укреплять других братьев, других сестер. Это вера Иисуса Христа, он опускает даже тот факт, что Петр отречется, он говорит как бы про между прочим это. Я думаю, интересно, если бы я разговаривал и вот так вот предвидел и объяснял бы другому человеку, на что бы я акцент сделал, возможно бы я, значит, подчеркнул бы, Петр, все-таки ты, конечно, не справишься с этим, ты, конечно, Петр, упадешь, но я подниму тебя, но я помогу тебе, но Иисус, его сердце, его вера, она должна была вдохновить Петра. Мы знаем, как Петр ответил, мы знаем, что он увидел во всем этом разговоре, но сегодня Бог хочет, чтобы мы видели, чтобы мы видели первое, что на самом деле Бог не отклонил требования сатаны, и ветра по факту приходят в нашу жизнь, и испытания случаются в нашей жизни, но мы должны видеть другую часть, то, о чем говорил Иисус. «Я молюсь за Тебя, чтобы Твоя вера не закончилась, чтобы Твоя вера не была унесена куда-то ветром, но чтобы Ты, укрепившись, смог укреплять других людей». Вот о чем говорит Иисус. Вопрос, как мы это можем сделать? Это наше призвание в том, чтобы укреплять друг друга в это непростое время. наше призвание не в том, чтобы просеивать друг друга, не в том, чтобы подкидывать и испытывать друг друга, как вот этот человек, который подкидывал этой деревянной лопаткой, чтобы ветер подул. Обычно ставилось все это устройство на каком-то возвышенном месте, где ветерок, значит, мог дуть побольше, и они подкидывали лопатой вот это зерно с мекиной, и мекину всю сносило в сторону, а зерно падало. Не в этом наше призвание. Это то, о чем просил сатана. И нам надо видеть разницу, в чем наше призвание, а к чему мы не призваны. Наше призвание в том, о чем говорил Иисус Христос Петру. Когда ты обратишься, ты укрепляй других. Когда ты будешь видеть, что другой оказался в проблеме, что его вера ослабевает твое призвание в том, чтобы укрепить его, чтобы помочь ему. И вопрос теперь, как это сделать. Я выделил три важных, на мой взгляд, момента, как мы можем делать, поддерживая друг друга в это непростое время. И вот первое. Я советовался с другими братьями, с пастырями, советовался, и интересно, что многие сказали сразу же надо говорить. Надо говорить. Надо говорить в жизни человека. Мы должны говорить в жизни человека. Мы не должны молчать, мы не должны быть равнодушными друг к другу. Нам бывает трудно говорить в жизни другого человека, что с ним что-то не так. Но, если вы промолчите, человек может очень далеко уйти в сторону от Господа. Если ты видишь, что его вера ослабевает и ты молчишь то ты пренебрегаешь братом своим вот что сказали братья есть такая пословица да что лучше настоящий враг чем не настоящий друг потому что настоящий враг он хоть в лоб тебе особо не заботясь о том что с тобой будет но он скажет тебе во всяком случае что с тобой не так ты это точно поймешь а вот не настоящий друг он вроде и обидеть не хочет и правду не скажет и рядом с настоящим другом ты можешь оказаться в большой большой проблеме в большей проблеме чем рядом с каким-то врагом поэтому дорогие мы призваны говорить в жизнь друг друга это не вопрос надо говорить или не надо говорить напротив автор послания к евреям 10 главе говорит чем больше вы видите время которое приближается речь о последнем времени чем больше вы видите что все что иисус христос говорил оно сбывается тем более увещевайте друг друга тем более говорите в жизнь друг друга но здесь надо сделать одно замечание очень важное надо не забывать цель с которой мы призваны говорить в жизнь друг друга в первом послании тимофея в пятой главе апостол павел наставляя своего ученика говорит что цель всякого увещевания то есть цель всякого говорения в жизнь другого человека есть любовь от чистого сердца от нелицемерной веры любовь поэтому каждый раз когда ты собираешься говорить в жизнь другого человека задай себе вопрос у тебя там внутри любовь есть ты хочешь на самом деле чтобы он освободился от власти тьмы ты на самом деле что хочешь чтобы он освободился от порока ведь то же самое требовал и сатана но сатана не заботится о том чтобы мы освободились от пороков сатана заботится о том чтобы своровать нашу веру и в этом огромная разница поэтому каждый раз когда мы собираемся говорить в жизнь нашего брата и в жизнь нашей сестры надо задать себе вопрос на какой я стороне какой у меня мотив я хочу сейчас просто доказать что-то либо я люблю я на самом деле люблю я хочу чтобы этот брат освободился от греха я хочу чтобы эта сестра очистилась это мой мотив это мое желание а не просто что-то доказать вы знаете дети иногда действуют подобным образом они говорят ну ты же обещал ну ты же обещал и они выхватывают какое-то слово из обещания родителей и потом во что бы то ни стало купи мне это ну например но это дети они не видят обстоятельства какие меняются они не понимают условия в которых родители могут оказаться и поэтому им хочется чтобы свое подобным образом действует сатана ему не важно чтобы слово божие исполнилось ему важно использовать слово божье для того чтобы причинить человеку вред и доказать что-то свое и извлечь какую-то свою выгоду недавно мне одна из моих дочерей задала вопрос папа почему бог говорит иногда такие фразы что вот теперь я не сделаю так как говорил ведь это же бог он же говорил что сделает почему он потом говорит что не сделает и мы рассуждали с ней о том что бога не схватишь за его слово просто и не скажешь как вот дети по отношению к родителям купи мне ты обещал обещал сделай это обещал нет слово божье нельзя понять правильно выдергивая просто из контекста слово божье если на самом деле есть желание понять надо рассматривать в масштабе всего писания все библии надо смотреть другие местописания чтобы понять истину так вот сатана не нацелен на то чтобы истина совершилась и состоялась он не нацелен на то чтобы слово божье исполнилось он нацелен на то чтобы используя слово божье причинить нам какой-то вред и достичь своих дьявольских целей когда мы говорим в жизнь другого человека нам надо оценивать свой мотив наша цель сейчас просто тупо доказать то что он не прав и тогда это не божье действие либо мы смотрим на то что происходит божьими глазами в масштабе всего писания и мы понимаем что цель увещевания не просто доказать что он не прав цель увещевания цель наставления это укрепить веру это освободить от греха это помочь человеку чтобы он освободившись от греха стал счастливым а не опущенным и угрюмым от того что осознал что он грешник чувствуете разница какая огромная итак первое не молчать первое не проходить мимо если мы хотим укрепить веру друг друга второе подчеркивать обращать внимание на всякое проявление веры другого человека и это противоположность зависти человек в этом мире завидует успеху другого человека не дай бог чтобы было в церкви так чтобы мы завидовали брату или сестре у которого получилось высвободить свою веру давайте будем поступать точно так же как поступал иисус ну например по отношению к петру ведь однажды он сказал симон ты петр и впервые в жизнь а петра как переводится слово быть камнем, как переводится слово Петр. Симон, ты Петр. А потом, помните, когда Петру удалось ответить правильно на вопрос, Иисус говорит, Петр, это не плоть и кровь тебе, открыли это. Это Отец Мой, сущий на небесах. И Он при всех поднимает Петра, Он говорит, Петр, ты слышишь Бога, правильно? Вот это призвание служителей, помочь человеку слышать Бога правильно, видеть Иисуса настоящего, а не подделку какую-то. Петр, ты молодец! Друзья, мне кажется, Иисус не упускал ни одного случая, чтобы утверждать их в настоящей вере. И именно к этому мы с вами призваны. Не упускать, поднимать, просто поднимать каждую ситуацию, когда у человека получается высвободить веру. А потом Иисус, даже зная, что он упадет, этот Петр. Он говорит, Петр, потом ты поднимешь, поднимешься и укрепляй других братьев. На этом, когда ты упал, когда у тебя что-то не получилось, на этом твое призвание не заканчивается, Петр, и показывает будущее. Это укрепление веры. И последнее, это домашнее задание. Послание к Ефесянам, пятая глава, с 19 по 21 стих. Еще раз. Послание к Ефесянам, пятая глава, с 19 по 21 стих. И здесь очень ясно написано, как мы можем укреплять друг друга в вере. Но это всем домашнее задание. Я прошу, чтобы вы на домашних группах своих рассудили и поделились друг с другом теми откровениями, которые получите. Я хочу подвести итог и сказать, дорогие, что на самом деле Бог строит церковь, которую врата ада не одолеют. Какие бы катаклизмы, какие бы пандемии, какие бы режимы не были на этой земле, мы с вами находимся, являемся частью церкви, которую врата ада не одолеют. Поэтому нам надо осознавать, что Бог не отклонил требования сатаны. И ветра дуют, мы все еще на этой земле. Иисус говорит, я не забираю вас из этого мира, но в этом мире я буду с вами. Я посылаю вам Святого Духа. Я укреплю вас, я помогу. Шелуха отсеется, вы выйдете, как золото очищенное. Понимая, что ветры дуют в нашу жизнь, нам надо верить, что Иисус Христос Духом Своим Святым в каждой ситуации с нами. И что бы ни происходило, давайте будем видеть не только себя, давайте будем видеть брата, сестру, которые рядом, и думать, и заботиться о том, чтобы укрепить веру ближнего. И пусть Бог благословит каждого из нас в этом потрясающем служении, в этом удивительном призвании, которое Господь доверил нам. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин